Дорогие гости, хоть и виртуальные, филологического факультета МГУ, мы вас приветствуем, мы начинаем наш круглый стол, в котором можно участвовать на любом из двух рабочих языков. Тему круглого стола все знают, мы предполагаем обсудить дискурсы национальной истории и национальной памяти в их педагогическом использовании. И если вы с нами, я думаю, вы читали анонс, я не буду повторять. Я думаю, что к вопросам, которые там сформулированы, каждый из вас мог бы добавить свои, собственно, затем мы и собрались сейчас. Понятно, что совокупность проблем представляет собой очень горячую зону, коснись ее и сразу чувствуешь. Поэтому я просто перейду к представлению тех, кто будет перед вами выступать в первой части круглого стола. И прежде всего, это, собственно, основной виновник торжества, это наш главный гость Джеймс Верч, профессор культурной психологии и социокультурной антропологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, автор множества публикаций, из числа которых я упомяну только самые, наверное, важные. В Иготске и социальные формации знания, книга 1985 года, 1900, «Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию», которая вышла, книга, вышедшая по-английски в 1991 и по-русски в 1996, «Сознание как действие» 1997, «Голоса коллективной памяти» 2002 и та книга по поводу выхода которой недавнего мы, собственно, и собрались, она называется «Как помнят нации». Я думаю, важно сказать в контексте нашей встречи то, что красивая и долгая траектория мысли Джеймса Верча формировалась во многом в диалоге с русской наукой. Если можно, Андрей, не покажете фотографию. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту очень, как вы понимаете, старую фотографию, на которой изображено лето 1976 года, где-то под Москвой, о чем можно догадаться по березкам, профессор Московского университета Александр Романович Лурия и Джеймс Верч, на тот момент его ученик, свежеисключенный пост-док из Америки. И это самое начало долгого, почти полувекового интеллектуального приключения тогда еще не профессора Джеймса Верча. Главным ресурсом в этом приключении или важным, одним из важных ресурсов в этом приключении были идеи русского происхождения, Выгодского, Бахтина, Лури, опять же. И работа в контакте с русскими психологами, культурологами и историками. И сама вот эта позиция удивленного, вечно вопрошающего аутсайдера, готовность задавать вопросы, как будто наивные вопросы, часто безответные вопросы, и тем не менее стимулирующие к методологическому поиску. Один из промежуточных итогов этого поиска мы сегодня обсудим, и это очень важно для нас, что дискуссия происходит в стенах, пусть и абсолютно виртуальных, Московского университета. Еще я бы хотела представить тех людей, которые выступят с короткими встречными репликами после доклада Джейма. Это Алексей Васильев. Если можно было бы, Алексей, вы не отзоветесь как-то? Здравствуйте, дорогие коллеги. Алексей представляет сразу два университета – российский, высшая школа экономики, и польский имени Адама Митеревича в Познане. И эта двойная афилиация подкрепляется огромным числом работ, посвященных взаимодействию русской и польской культуры. Мы все понимаем, какая у этих отношений долгая история, и какая у них трудная память. Какая здесь скопилась, собралась плотная атмосфера из мифов, стереотипов, травматических комплексов. Поэтому успешность Алексея Васильева как посредника в диалоге этих культур дорогого стоит. Она и отмечена польскими наградами, и мы его будем рады послушать. Кроме того, среди нас есть Нутса Батяшвили. Если можно, Нутса, обозначьтесь, да. Нутса Батяшвили преподает в Свободном университете в Тбилиси. И среди многих ее публикаций я бы выделила книгу, которая называется «Двуголосая нация. Память и идентичность на краю империи». Она вышла в 2018 году в раздательстве «Пелгрейб». Собственно, уже из названия очевидно, что автор работает на сложном перекрестии культурной антропологии, лингвистической антропологии, лингвистической антропологии и на материале тех причудливых национализмов, которые возникают на постсоветском пространстве и в постсоветском климате. Еще, мне кажется, интересно и важно то, что Нутса руководит работой междисциплинарного семинара в Свободном университете в Тбилиси, в котором участвуют когнитивисты, антропологи, политологи и историки. Я думаю, что такое сотрудничество многим здесь тоже было бы интересно. Далее выступит Олег Морозов. Если можно, пожалуйста, Олег. Олег Морозов. Да, да, я здесь. Историк и отчасти, как я понимаю, все-таки по образованию филолог тоже, представляет тоже высшую школу экономики и очень дружественную нашей кафедре структуру Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени Андрея Политаева. Предмет работы Олега, в частности, диссертации, пестования исторической памяти в академической науке России и Германии, а также все более в последнее время трансформации, которые происходят с культурной памятью в новейшей медийной среде. В-четвертых, Юрий Троицкий, Юрий Длович. Добрый вечер. Профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания в Российском государственном гуманитарном университете. Исторические и культурологические интересы Юрия Львовича очень разнообразны и широки, и очень продуктивно развиваются. В данной ситуации нам особенно важен его опыт как педагога, новатора, и как теоретика инновационных педагогических практик. В частности, Юрий Львович – автор образовательной системы «Школа понимания», причем одним из научных консультантов по тому уже классическому проекту был, между прочим, профессор факультета психологии МГУ Александр Григорьевич Осмолов, по воле судеб, многолетний друг Джейма Верча. И представлюсь сама Татьяна Венедиктова. Я профессор заведующей кафедрой теории дискурса и коммуникации филологического факультета. Я не историк, поскорее литературой вед. Я не специалист по практикам памяти. Моя представленность в этой панели скорее знак того, что дискурс памяти интересен не только специалистам. На это, собственно, указывает число слушателей, проявивших интерес к нашей дискуссии. Тем, кто читает по-русски, я могу предложить через чат свою рецензию на книгу Джейма Верча, которая опубликована в свежайшем номере журнала «Новое литературное обозрение». Я думаю, что вы обратили внимание, дорогие гости, на то, что мы понесли некоторую потерю, и среди нас нет одной из выступающих, которая заявлена была в анонсе. Астрид Эрл, профессор литературы в университете имени Гёте во Франкфурте. К сожалению, она заболела, но мы все надеемся, что не серьезно. Это случилось буквально сегодня утром. И это очень жаль, потому что как раз некоторые аспекты, которых она собиралась коснуться, волнуют всех. Но это только значит, что мы можем заранее предположить, что наша дискуссия не ограничится вот этим первым раундом. Мне остается после этого сказать только о процедуре, о том, как мы построим работу нашего круглого стола. Итак, после выступления Джейма будут пять встречных выступлений как бы панелистов, после чего достаточно обширное, как мы надеемся, время останется для вопросов и ответов. Модерировать эту часть круглого стола будет Андрей Логутов. Андрей, пожалуйста. Всем добрый вечер. Значит, заявку на вопрос, то есть обозначить свое желание, задать вопрос или даже самый вопрос можно сделать в чате, в чате по-английски или по-русски. Вы можете озвучить вопрос самостоятельно или это может сделать до вас Андрей. Ну, обычно процедура бывает двояка, либо вопросы копятся, а потом на них дается ответ, либо ответы возникают по мере поступления. Я предлагаю пойти, попробовать пойти по второму варианту, но при том все должны, конечно, помнить о том, что, ну, с одной стороны, у нас есть главный ответчик Джим, с другой стороны, у всех прочих есть возможность отозваться при желании, но с третьей, что называется, стороны наше время ограничено и нужно об этом помнить, формулируя и вопросы, и ответы по возможности коротко. Это все, что я предполагала сказать по представлению основных спикеров и по процедуре. Если ни у кого нет острых, срочных вопросов сейчас, то позвольте мне с огромной радостью предоставить слово профессору Джеймсу Верчу. Это было положено наibilBE. Thank you very much. Thank you very much. OK, I'm... I take it the interpreting is working fine. I take it's going to Russia now. First of all, I would say this is a very important discussion to have. I don't know what we will decide today, but the fact that we're having this discussion with all of you and all of us, I think is extremely important in and of itself. So it's already a success in what you've managed to arrange. Tanya, Tanya is the leader in this, a brilliant scholar, but also a great international organizer for keeping us in touch and talking about important issues. Also, hello to a lot of friends out there. I love always my time in Moscow. I've seen some of you again now since several years, but anyway. So I want to talk about pedagogical discourses on history and memory and ask the basic question, what do we teach or learn when we teach history? What is it that we're doing? And I'd like to answer that question today by proposing to put front and center the answer, above all, we teach and learn narratives. But then we ask the question about, well, what are these narratives? And that's what I'll spend my time on today. Try to keep track of my time here. For starter, it's just it's worth noting that narratives are extremely powerful or ubiquitous or widely used cognitive instruments. They might be the most widely used cognitive instrument we use in everyday life. They're very powerful. And the extent that they're powerful, they're very efficient at grasping together large amounts of information into coherent holes. Call this mental models, if you like, from cognitive psychology. But narratives are everywhere. You don't have to teach people how to learn how to use narratives. Narratives appear in every society we've ever found, encountered around the world. They're somehow very natural and very powerful in human discourse and thought. In order to study narrative, as many of you know better than I, there might be as many definitions of narrative as there are people who study it. It's notoriously difficult as a topic, but points the need for interdisciplinary, cross-disciplinary collaboration. Literary studies, for sure, but history, psychology, anthropology, economics. By the way, in economics, there's a new field called narrative economics, of all things, largely founded by a Nobel Prize winning economist. So narrative is around in the world today in various forms, very powerful forms, sociology, whatever. So I'm going to, but all this begs the question then, so what is narrative? And I'm going to try to answer that today in terms of three categories. So what is the question? I'm going to give you three answers today that I think will fit together at the end. And they're all relevant to pedagogy, what is learned and what is taught as we learn about the past, about history, about memory. The first two answers have to do with narratives that are about events from the past, okay, that are completed in the past. And in this way, this is a normal kind of notion. We have a narrative, of course, in history of memory, but these first two answers have to do with events that have ended in the past. And then I'm going to distinguish between two levels of analysis here. So two forms. Between surface forms and narrative, underlying narrative codes. Surface forms of narratives are what I call specific narratives. These are stories or narratives that the usual sense of narrative when we talk about telling a narrative. They're things you can hear or see or write. They have a surface form, explicit surface form, and what are taught and learned in schools and discourse in life and narrative. Social media everywhere. Specific narratives characterized by the fact that it has concrete information, includes concrete information about actors, places, times, events. So a specific narrative, I mean, a very simple example that oversimplifies drastically, but a specific narrative of the Great Patriotic War, for example, is the Great Patriotic War started in 1941 when Germany attacked. So Union ended up at the Battle of Moscow that winter. You go on through various battles, already named times, dates, actors here. It's a very common specific narrative. And usually this is what we mean when we say narrative. And so it's something that rolls off the tongue and we think we understand. But it's what is learned and what is taught in a lot of ways. And actually the teaching can be very effective. Some of the studies we've done here with my colleague, Roddy Roediger, who's online here as well this morning, but several other colleagues, not only in the U.S. We've done surveys of, for example, what events, and these are like concrete events in specific narratives, do people nominate as the most important events in Russia, in America, in France, in Germany, about World War II. And what we find is completely different lists of concrete events listed by Americans and Russians with one overlap, namely what we call D-Day in America, what Russians call opening the second front. Okay. But the point is here schools are very effective in teaching specific narratives. Sometimes we criticize them as just a bunch of lists of facts and figures and characters. Those are part of history. And that's part of what specific narratives are. And that's one of the outcomes of history pedagogy. But and it's effective in the sense that we have very different mnemonic communities when it comes to what specific narrative you take to be accurate for talking about the past. Okay, the second one that I want to talk to, jumping right into this, is the underlying code in the form of what I call narrative templates. Many of you have seen this before, so I'm reviewing some of this for some of you. These are underlying codes that take narrative form that are posited by investigators. They're not something that people go around saying out loud. But there are patterns of thinking and discourse that you can detect and call out of that by through investigation. Sometimes, oftentimes, they referred to a term like schemata or scripts. In fact, early versions of narrative templates that I talked about, I talked about schematic narrative templates, they are schematic, they have this general form. The psychological counterpart to narrative templates are what we call narrative habits. Okay, they take of actual cognitive and physiological form of discursive habits that are formed. An example of a narrative template that I've oftentimes talked about, again, you some of you seen is the Russian expulsion of alien enemies, expulsion of alien enemies story. It's when we talk about narrative templates, we talk about how they are instantiated in specific narratives. So they give rise to several specific narratives. It's a template because there are multiple specific narratives that reflect the same underlying narrative template. But the Russian expulsion of alien enemies story is applied is instantiated in specific narratives about Swedes, Germans, French, but also communism as outlined by Solzhenitsyn, for example. So there's a pattern of seeing specific events and specific narratives that make sense. And they match this form of the underlying narrative template is a claim here. This underlying narrative template is unconscious. That's part of this power, we don't even know that we're operating with it, because it becomes unconscious, and it differs in different societies. We, America, we have our version of underlying narrative templates that we have no idea we're using half the time until we, until we run into somebody that has a different narrative template, and we're shocked that we cannot understand each other. But the narrative templates, our underlying code that is unconscious, is a source of very fast decision making. So sometimes it's called fast thinking by people like Daniel Kahneman, Nobel Prize winner and cognitive psychologist. We make snap judgments based on these narrative templates. We just see events as fulfilling or being able to sum these up or make sense of them on the basis of narrative templates. So we end up talking about things like national narratives are really mental habits that we use to make sense of all kinds of events. And we use them in different, we have different mental habits than people from other societies, by the way. These narrative templates are not only unconscious, and partly because they're unconscious, they're very conservative, they're hard to detect, let alone to resist or to change. And so we go around with these narrative habits all the time. And when they're pointed out, we oftentimes resist claims about them. We, but they're also conservative and resistant to change as a result. In general, in general, in collective memory, or national memory, we rely more heavily on narrative templates of templates, where I'll sit in history. Yeah, I'm getting another voice here. Yeah, I turn the other mic off. Oh, okay. Sorry. No problem. Oh, okay. Well, anyway, in memory, we tend to rely heavily on narrative templates in history. I mean, these are very broad claims here. But in analytic history, we tend to focus more on specific narratives, and we look at particular events and try to dig out particular properties and truths about those events. But I want to turn now to the third kind of narrative that I want to talk about today. And this has to do with what I'm going to call aspirational narratives, narratives about aspirations. And how nations remember, I call these national narrative projects, but their projects or aspirations for individuals and groups. And let me say what that means. So far, the narratives, the specific narratives and narrative templates I've been talking about, apply to past events that are completed in the past with the beginning, middle and end, where the end is very important for determining oftentimes what the events mean in the beginning and the middle. The sense of an ending is a crucial part of these kinds of narratives, these levels of narrative analysis. But unlike specific narratives and narrative templates, which are completed, aspirational narratives, to be sure are about past events, but they also are about a story that continues and is extending into the future. So this is a narrative about myself as an individual, or narrative about my nation, or about my religious group, or about my family, whatever. It's always a work in progress. This is what Alistair MacIntyre, in After Virtue, Alistair MacIntyre, a moral philosopher, kind of neo-Aristotelian, in After Virtue talks about this in terms of how we make sense of our lives by virtue of knowing what story we are part of. It's not a completed story. It has an envisioned general ending, a telos of sorts, but it's about where an individual or group would like to go, what they aspire to. It's not, it doesn't have an ending that has already occurred in that sense. And so the telos acts as an ending that gives meaning to previous events, but the telos is unknown. I mean, you don't have a telos of your own aspirational narrative. If you can narrate a common problem in literature and elsewhere, if you're narrating the end of your story, you have to imagine that, because that's not something we can do as living beings, of course. But anyway, MacIntyre talks a lot about these aspirational narratives. It's a general aspiration, a non-specific telos as an endpoint. They also operate in a largely unconscious manner. They make for fast decisions, quick decisions that we don't realize we're making. As MacIntyre writes at one point, he says, you know, we only know who we are and what we should do if we can tell, if we know what story we are a part of. So this is an unfolding story that has an aspiration as it then, and it's headed towards something, but it's not specific yet what it might be. So an example of this. In America, we're having a lot of discussions about our national narrative. The notion of American exceptionalism, it's come up for a lot of criticism and debate and very heated debate these days. And American exceptionalism is, sorry, I'm trying to keep trying my time here. American exceptionalism is something that's been around for a long time and various versions of city on a hill narrative. That's an aspirational narrative of what we're still headed toward the city on a hill to become the city on the hill, to become the beacon of liberty and freedom for other societies. I'm not talking about what we live up to. I'm talking about the narrative we use, an aspirational narrative and political discourse here. Okay, so we have in this American exceptionalism idea of an aspirational narrative, we have some kind of a mission. Actually, it's considered to be a universal mission as part of American exceptionalism. It's not just for Americans. So it's, it's, it rubs a lot of people in the world the wrong way for good reason, but it does characterize one thread of American discourse, is my point here, with a special mission to be an example of freedom and liberty and to enforce others to get there if they're having trouble. One of the things that's true about aspirational narratives, that it's the narratives that we're living, that we generally think, I have the aspiration to contribute to science for society. I have the aspiration to serve other human beings in some kind of religious form. I have the aspiration to be the best parent I possibly can be. It's not something we ever completely finish, but it's the goal that we're headed toward in the story we make up as we go along. But one of the things about aspirational narratives, just like narrative templates, if not more so, they're impervious to counter evidence. They're very conservative. They're very resistant to challenges to counter evidence. It turns out we just have had big discussions in America after we left Afghanistan, that that was an abject failure in something in American foreign policy. There's something wrong either with our military or with the story we are living, the aspirational narrative I'm calling it, that we are living in America. Because after all, this sure looks like an awful like like Vietnam, two big failures. So what does that tell us about the story we're trying to live? So there are the point is, the aspirational narrative has become much more focus of very heated discussion in America. But it's practically impossible to find evidence that will get everybody to agree. Oh, yeah, I guess that aspirational narrative just doesn't work. We're going to get a different one now. So they're very resistant to change. Okay, back to history, pedagogy, then, before I finish up here. History pedagogy, to be sure, you have to say and write things in surface form. So it's about specific narratives. So for example, in American history, we talk about the Battle of Gettysburg, and it's a specific narrative that occurred in July of 1863, between the Union defeated the Confederacy, those are all concrete actors, times, places, Gettysburg, Virginia, etc. So that's a specific narrative. But the real pedagogy, not the real, but perhaps the biggest implications. In that sense, the deep pedagogy, you might call it, is about narrative templates, and aspirational narratives, I would claim. That is, we're teaching specific narratives, specific facts, but we're also teaching, kind of feeding into encouraging the formation of narrative templates. These are not something, you know, we don't have, you don't have history lessons about the narrative. Today, we're going to talk about the narrative template of America. We don't do that. Rather, you have specific narrative, thousands of these specific narratives. And this is a common place in psychology, the schemata, schemas form out of this, trying to make sense of multiple pieces of information that form patterns. They're guided in certain ways in different places of what pattern that should be derived from it. So Russians have one, I'd say, generally Americans have another general schematic narrative template here that emerges out of all these specific narratives. And so that, in a lot of ways, those narrative templates might be the most important outcome of pedagogy. And aspirational narratives also derive from countless encounters with specific narratives that make sense of our lives in ways that we understand what it is we're all supposed to be after. Now, furthermore, because these are very powerful tools, I'd say, narrative tools, because they're unconscious, they're oftentimes veiled from our analysis. These can make them very powerful, but they also can make them very dangerous, because they're so resistant to change. It's very hard to know even when we are using one, let alone what it might be, what might be wrong about it, how we might want to change about it. So narrative templates and aspirational narratives, I'd claim national narrative templates, national aspirational narratives are very conservative and resistant to change. They're underlying codes that we have to understand better, study, and eventually manage, somehow manage these. Which brings me, in the end, to Astrid Earl's point. I can't speak for her, but I do know what she likes to talk about. I'd say she's very concerned with what she sees as methodological nationalism in a lot of memory studies. It's the focus immediately on national memory and how it locks us into place, into these separate narrative templates, etc. And she's trying to find ways to talk about what she calls transnational memory, how we can get out of the traps, the enclosures that we live in otherwise with our narrative templates as parts of different national mnemonic communities. So she's really pushing the idea that maybe we need to study more cases of multiple, multi-voiced narratives. You can find them in among diasporic groups, for example. People who live in two societies with two different narrative traditions and maybe two different narrative templates within the individual trying to struggle with one another. So this is a place where maybe there's some hope for how we get out of these dangerous settings. But I think it's useful to understand what we're up against by understanding these three different kinds of narrative and narrative analysis. Specific narratives, narrative templates, and aspirational narratives. Thanks. Thank you very much, Jim. Спасибо огромное. Прошу, у кого возникает... Я предлагаю вопросы, коллеги, я предлагаю вопросы отсылать в чат. Да, а потом уже мы к ним вернем во второй часть. А теперь позвольте предоставить... передать слово Алексею Васильеву. Спасибо, спасибо, уважаемые коллеги. Ну, раз меня представили с двойной филиации тогда шановне паинство, я скажу несколько слов, собственно, наверное, скорее в иллюстрацию той концепции, которая представлена вот и в книге, и в докладе профессора Верча. Мне по роду моей деятельности вот приходится действительно очень часто участвовать в таком российско-польском, так сказать, историческом диалоге. И поэтому я хотел бы просто поделиться тем, может быть, конкретным опытом того, как это происходит и как это выглядит. И мне кажется, что вот многое из того, что, может быть, мы делали интуитивно, сейчас теоретически как раз очень хорошо описано в книге и в работе профессора Верча. Я хотел сказать о проекте, который реализовывался на протяжении нескольких лет в совместном проекте Института всеобщей истории Российской Академии Наук и Института Центральной Восточной Европы в Люблине по подготовке не учебника истории даже, а пособия для учителей, методического пособия для учителей истории России и Польши, который должен был касаться всех общих вопросов российско-польской истории. Ну а поскольку история действительно России и Польши взаимосвязана практически на всем протяжении, то таких вопросов очень много. То есть это вопросы не только какие-то сложные, это не только какие-то острые вопросы, это вообще, так сказать, общая история. То есть нам, в общем, вот в ходе работы над этим проектом, вот я в нем участвовал на всех, так сказать, стадиях, нам, в общем, приходилось как раз заниматься вот, собственно, вот этой самой дипломатией и менеджментом памяти, о которой пишет профессор Верч в своей книге. И вот я поэтому, собственно, хотел бы рассказать, как это, может быть, практически выглядело. Я прочитал, когда основные принципы, основные положения, которые профессор Верч дает в качестве таких принципов менеджмента памяти, то я, в общем, узнал многое из того, что мы делали. Значит, вот первое, что написано, что необходимо иметь представление о национальной памяти сообщества. Ну, говорится, конфликтующих, но не обязательно конфликтующих. Затем необходимо понимать логику происхождения основных структур памяти и их наиболее чувствительные точки. Очень хорошо. И третье, осознавать то, что результатом диалога, может быть, не, скорее всего, будет углубление различий, а не их преодоление. И вот я хотел просто показать на нескольких исторических примерах, как эти вопросы решались, ну, собственно, вот в этом нашем учебном пособии для учителей истории. Да, еще я должен сказать, интересно, что в этом учебном пособии была изначально принята такая позиция, что текст должен быть написан общий польским автором и российским автором. Потому что бывали случаи, когда бывали работы, где каждый историк из каждой страны по какому-то сюжету писал свой текст, отдельный текст, и они публиковались вместе. Таким образом была построена знаменитая книга «Белые пятна, черные пятна» по совместной российско-польской истории. Но там по каждому сюжету был написан отдельный польский текст и отдельно российский. Здесь была идея, что текст должен быть общим. То есть нужно было как раз совершить вот этот менеджмент памяти для того, чтобы этот текст вообще получился. Ну и вот я приведу тут несколько примеров, но наиболее существенных, таких сложных сюжетов совместной истории. Вот освещение, скажем, смутного времени. Смутное время – это событие начала 17 века. Как оно освещается в этом пособии? Здесь сразу говорится, что для российского восприятия, для российской историографии это называется смутное время. Что в российском восприятии это определяется как польско-литовская интервенция. И что в российской исторической памяти эта тема занимает очень важное, очень большое место. Что есть государственный праздник 4 ноября, связанный с этим и так далее. И тут же говорится, что в польском историческом нарративе это называется Димитриады. Димитриады, то есть это событие, связанное с авантюрой, так сказать, уже Дмитрия I по II. Что это не занимало, что в польском историческом сознании это никогда не занимало большого места. И не играло такой большой роли, как в российском случае. И что для польского исторического нарратива, для польского исторического шаблона, скажем, в 17 веке, гораздо большее значение имела шведская интервенция 17 века. И, в общем, она играет, шведская интервенция играет примерно такую же роль в польском национальном сознании, в какой играет смутное время в российском национальном сознании. То есть это национальная катастрофа, это гибель государства. Но это совершенно другое событие. И поэтому здесь нет параллелизма. Или вот еще одно такое событие. Событие разделы Польши. Разделы Польши, ликвидация польского государства в конце 18 века. Говорится, да, подчеркивается в пособии, что этот вопрос является абсолютно центральным, принципиально важным для польской историографии. Вот если использовать терминологию профессора Верча, которая мне как раз здесь понравилась, это нарратив об особом событии. Нарратив об особом событии. Для польской историографии это действительно центральное событие, к которому как бы сходится все, что было до и все, что будет после. Как стали возможны разделы Польши. Говорится о том, какие нарративы существуют в польской исторической памяти на эту тему. А на эту тему существует два нарратива, как минимум. Есть романтический, оптимистический нарратив, который связывает, прежде всего, разделы с действиями врагов, так сказать, Польши. И есть пессимистический, так называемый, нарратив, который видит причины, скорее, внутри самой страны, внутри самой Польши. Ну и, собственно говоря, показывается, что да, это событие ключевое для польской истории, но оно не является таким российским, например, историческим нарративом. Или, скажем так же, решался вопрос об изложении ситуации с восстаниями, с польскими восстаниями 1830 года и 1863-1864 годов. Там, например, было очень так четко написано, очень ясно написано, что да, эти восстания вписываются в польский исторический нарратив как выдающиеся важнейшие события формирования польской нации, возникновения польской идентичности, что они вписываются в такой шаблон национального страдания, национальной мартирологии. Вот, что в российском историческом нарративе это часть истории расцвета Российской империи XIX века, что это, в общем, событие, ну, в регионе, в имперском определенном регионе, в период вот такого высшего подъема могущества Российской империи после наполеоновских войн, например. Вот, ну, вот, то есть я, чтобы не продолжать эти примеры долго, я могу последнее сказать, последний пример. Вот, здесь единственный случай, когда не удалось написать общий текст. Единственный случай для трех томов. Единственный случай, когда не удалось написать общий текст и был опубликован отдельно российский текст и отдельно польский текст. Я думаю, что все приблизительно могут догадаться, о каких исторических событиях может тут идти речь. Это, конечно, 1939-1940 годы, начало Второй мировой войны. И здесь были даны два разных текста, потому что, ну, понятно, Вторая мировая война, Великая Отечественная война – это как раз особое событие как раз в российском историческом нарративе, и тема оказалась настолько чувствительной, что текста было два. Значит, ну, в одном случае те излагались события Пакта Молотова-Риббентропа, и говорилось о вхождении Красной Армии, о вхождении Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года. Рассказывалось, конечно, про осуждение Пакта Молотова-Риббентропа и так далее, и так далее. Но там все-таки были употреблены понятия вхождения, и говорилось о том, что, в общем, Польша была в военном отношении уже фактически обречена в этот момент. Но, правда, там была очень такая важная символический, очень важный символический такой момент, когда было подчеркнуто, что польское государство, тем не менее, продолжало существовать. Это то, что, кстати, очень сильно отличает нарратив, ну, скажем, советский, такой времен Молотова, что советская армия в Красную Армию вошла, потому что польского государства уже не было. Да, здесь сказано, что государство продолжало существовать, потому что было правительство в изгнании, но вот произошло. Но Красная Армия, тем не менее, так сказать, в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, так сказать, совершила это вхождение. В польском тексте было написано просто о том, что Германия и Советский Союз напали на Польшу, там было нападение, а Пакт Молотова-Риббентропа открыл Гитлеру возможность начать Вторую мировую войну. Ну, понятно, что в российском историческом нарративе, конечно, формулировка о том, что Пакт Молотова-Риббентропа дал возможность начать Вторую мировую войну, сразу выглядит очень, так сказать, неприемлемо, потому что российский нарратив не может примириться с тем, что Советский Союз мог нести тоже ответственность за начало Второй мировой войны. Поэтому вот здесь, значит, дипломатия как раз в соответствии с третьим пунктом профессора Верча здесь было показано, что результатом является, результатом было скорее фиксация расхождения, расхождение устройства нарратива. Вот, поэтому я хочу сказать, что, в общем, я еще не успел, я не мог, у меня нет книги, я прочитал только рецензию Татьяны Венедиктовой, собственно, из нее знаю вот содержание книги профессора Верча. Но я хочу сказать, что это очень ценная, с моей точки зрения, работа, которая действительно позволяет вот теоретически обобщить, систематизировать, которая раскрывает нам механизмы тех, в общем, наших усилий, которые мы вот как такие практические, что называется, историки предпринимаем в нашей деятельности. Поэтому большое спасибо профессору Верчу, большое спасибо Татьяне, спасибо за возможность участвовать в этом обсуждении. Спасибо. Спасибо вам, Алексей, большое. Нутца, пожалуйста, Нутца Батиашвили. Спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение, спасибо, что так щедро писали мою книгу. Я буду говорить по-английски, потому что мой русский очень ограничен. So I will, I thought I would start talking. My talk is a kind of spin-off on Jim, on the question that Jim asked in the beginning, but in a slightly different light. So what is it that we teach in history teaching and when is it, the question that I'm asking is, when is it that the narratives and what the question itself, what we should teach in history becomes a polemical question within within public sphere or within nation. And that was the question. And that was the question. And that was the question with which kind of my research started out a little bit more than 10 years ago when I started my dissertation research. So I thought I'd introduce you to the field of where memory and history and pedagogy intersect and how this becomes a critical point of intersection for political reflection within a nation. So my research began when, with this event 10 years ago, about more than 10 years ago, actually walked into a what I thought would be an innocent discussion about the reforms concerning history curriculum in Georgian schools. And there was a series of reforms, part of the series of reforms generally concerning education and remaking of history curriculum was one of the central issues and one of the most critical ones because of the kind of heated debates that it sparked in Georgia sometime between 2005 and 2007. And this discussion involved a most memorable character of it was a Soviet generation historian who is known for his nationalist zeal, who was adamantly protesting the changes in the in the history textbooks, and he called it an experiment that was aimed at uprooting patriotism in Georgia and he thought this was part of some modernizing project that would lead to some disaster. More kind of articulate version of his frenzy was expressed a couple years later when I came across a letter written by some of the most established and prominent historians, including university professors that was addressed to the Georgian government. And this letter was written, and this letter was written right in the aftermath, not only of reforms but of the of the events of Russian invasion in the region. And there they write, and I'm quoting here, the role and significance of Georgia's history are utterly exceptional for raising future generations with national spirit, and high civil consciousness, especially today in the context of extremely painful events for every Georgian citizen. It is essential for the improvement of the situation that a new state program of history teaching be created, and then they are proposing an initiative where they are involved in in designing a history curriculum that focuses on specific topics and has a specific outline. So basically their concern is what Jim calls this hidden narrative template because they're worried that the narratives reform narratives would change the narrative template that underlies Georgia national consciousness. And to them, and to them the the this letter written few months after the 2008 war. These are the they evoke these painful events as circumstances elevating the importance of historical memories and in this example, and in many others that I came across. Throughout this field. Throughout this field, you can see that the distinction between history and memory that, for instance, Jim words and ready 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 for making one of the their papers doesn't really work so. So actually in in the mind of this historians for them history is essentially a memory making teaching history is essentially a memory making project. And then there was another project of memory making in the same period of political crisis that I came across in 2008, and it was conceived as a counter memory making project by. By not only to project to particular history textbooks, but also as a primary instrument for reckoning with the aftermath of the Russian invasion and the political processes that it evoked. Inside Georgia. Inside Georgia. Onnitra Сейчас the campaign. It was evoked. It was led by Kur Sharma, Ben Dukidza, who you probably all know, and who is the former a minister of economy in Georgia, and then the founder of the free university. And this is how he explained why he got into the business of writing a history textbook, which was initiated by the state and written by Soviet generation historians, and then he wanted to write an alternative history textbook on 200 years of Russian occupation. And this is how he explains why he decided to get into the memory making business. I'm quoting here, I was sitting at home on August 8, 2008, and was reading one of the bad history textbooks, and hearing the sound of Russian jet engines above Tbilisi, and I realized all of a sudden that our intellectual elite needs a different language. We need a different history textbook on Russian-Georgian relations because for the formation of institutions, we need to have some models in our head. Correct knowledge enables us not to make old mistakes. And his rumination here demonstrates something about the, in my sense, a tradition or a dispositional habit that dims historical memory crucial force of political agency. And even though Bento Kito was a maverick in many senses, it kind of got trapped in this tradition, which was part of the national discourse on history. But this, his, this image of thinking about correct historical knowledge, while hearing Russian jets roaming in the sky, also tells us something else, something about this very embodied link between a sense of a threat and resort to the past as one of the fight and flight reactions. And the difference between the textbooks that had been written before that Ben Dukidza referred to as Intelligentsia textbooks and the one conceived by the new intellectuals wasn't so much in the narrative content itself, but it was about where the accent would be placed on hero heroism. Georgian heroism, Georgian heroism or internal division and internal weaknesses and internal goals of the Georgians themselves during all the way beginning from the imperial rule to to Soviet regime. So what in his mind, one of the bad textbooks. Georgian heroism was a product of the convention and kind of epistemic tradition, followed by the Soviet intelligentsia, which involved sanitizing historical narration. Georgian heroism and he was right in many circles of historians among the ones that I did my research with. Georgian heroism, much like in the letter that we see addressing the government, it was thought that text should be overseen and adjusted before exposing it to the minds of young Georgians. Georgian heroism, for instance, for instance, when I was talking to one of the old generation historians, who is very well established and had a very important position in the history Institute. Georgian heroism, for instance, he was talking about morally and politically ambivalent figures in Georgian history. And he said that he said something about how Georgian heroism, not everything can go into history textbooks and he said this when the society is uncertain and for him this time of crisis up in the post war Georgia was a time of uncertainty for the society itself. Georgian heroism, if you when the society is uncertain, if you don't instruct to what you want them to focus their attention on, then the society finds itself in a complete confusion. Georgian heroism, so he thought more accent should be placed on heroism on patriotic dedication and narratives about certain events and figures should be unambiguous, even while in truth, he said, the sources show that the entire historical periods were characterized by uncertainty and congruity and confusions within Georgian society, but he said we shouldn't introduce that to the young minds. Georgian heroism, I am not sure i'm not on time, but a couple of more points that I want to make is how this practice of sanitizing or about employment techniques that were used in old during the Soviet period historiography in the Caucasus, and that were inherited then in the post Soviet Georgia followed some of the. Georgian heroism, so let's get to the epistemic traditions that were established during the because of the Soviet agenda. Georgian heroism, and. And Soviet and then eventually post-Soviet historiography operated on the basis of specific narrative techniques, and this is based on my analysis of various history textbooks beginning from 96, the ones published in 1960s, and it introduced these key motifs. Some of the, Zerubbabel calls them epistemic frames, and this was so because it had a Soviet historiography had particular agenda to create scripts that would fit historical development of any place into this universal Marxist history, narrative of universal Marxist history. So some of the key elements, according to which are the logic of the narrative was structured involved what Zerubbabel calls and time maps progressionism, which is generally a hallmark of modernity. But it was also inherent to the Marxist to the logic of Marxist dialectism, and it's a certain unilinear narratives kind of followed from that that often attribute some purposeful design to history. As such, they usually also regard the overall direction of the historical trajectories they describe as largely predetermined, this is what Zerubbabel says. So predetermination and progressionism and kind of ensuing sense of inevitability got in a way lodged in the pattern of historical narration. And this happened, and this happened, for instance, in the form of this recurring theme of natural development, quote unquote, for instance, natural development towards state formation. So there's, for instance, in Georgian, Armenian and Azerbaijani historiography, something like normal or natural path of development, something that is nevertheless constantly thwarted. So to give you an example, for instance, in one of the Armenian textbooks, it's a natural development of Armenia, and this is identical to many passages from Georgian history textbooks. Natural development of Armenia was again interrupted and seriously delayed, this time for a century and a half. Armenian people had again to strain every nerve and restore national independence through long-term struggle. And this is a sixth grade history of Armenia textbook. And some other employment techniques used by such historiography also involved what Zerubbabel calls recurrence narrative or mnemonic typification, which would produce almost analogous, schematically analogous storylines, not only across distinct periods, so not only for what Jim calls us specific narratives of a single republic, but across distinct geographic areas. So you would have like typified historical narratives for Armenians, Azerbaijanis, and Georgians in the history textbook. And essentially, all these national narratives of the South Caucasus are modeled on some kind of story about endless trials and tribulations and heroic struggles against foreign forces for national liberation. And these themes of heroism, victimhood, as well as treason, are core elements that kind of guide the narrative logic. There's also, then, the idea of historical era that structures the narrative frame in the historical narration so that you have beginnings, middles, and ends kind of historical periods. And it is often expressed not only in how the story is structured, but with its language as well. So, for instance, you would have something like, finally, a unified Azerbaijani had been formed. So you would have what Hayden White calls inaugurations and conclusions. And there's also this form of mnemonic typification, which includes important and unimportant events and figures. So you would have wars being important, so you would have wars being important, rebellions being important, but times of peace or gradual change being not so important. So they would be like, left out, one of our colleagues calls it temporal slippage, I think, Doc, just about it. And then, the final element in mnemonic typification is how the enemies, all kinds of others are conveyed throughout the history textbooks. And this is really interesting that, for instance, if you look at Georgian history textbooks, Armenian and Azerbaijani, you would, in all instances, have, for instance, empires and great powers conveyed in this mythical fabulas of, like, as if they're unpredictable gods. And their character, and their character kind of carved into an image of Greek god Zeus, whose intent is conditioned by his explosive, spontaneous spirit. So, similarly, these great empires just attack you for no reason. And it works, whoever that other is. It's Persians for Armenians, Mongols for Georgians, Armenians and Georgians for Azerbaijanis. And what is most interesting is that, across these history textbooks, they're described in, using virtually identical metaphors. Like, you would have these, usually these same adjectives come up again and again and again in the description of the enemies. Cruel, cruel, perfidious, treacherous, or treacherous aliens, conspirators, and traitors, choked with blood, ill-intentioned, and so forth. So, what is, yeah, I'm just trying. Yeah, just one, I just had one summarizing sentence that, apart from the fact that this language doesn't say anything specific about so-called enemy, and does not differentiate between different kinds of others, and it kind of results in this kind of mnemonic typification. It also makes historical narration essentially ipolitical. So, the political analysis is not part of history teaching in this tradition. So, I'll end there and say the rest of the discussion. I'm sorry for using up more time. Thank you so much. We have yet three presentations, and I... Ой, простите. Я прошу всех... ...троих оставшихся... ...покупающихся, самою себя... ...держаться... ...минуту. Олег Морозов. Да, спасибо большое коллеге, спасибо большое за приглашение, и спасибо большое за презентацию, которую сделал Джеймс Верч, и за другие выступления. Спасибо большое за книгу, с которой у меня была возможность познакомиться заранее. Мне было очень приятно ее читать, интересно. Это далеко не первая книга, да, о национальных памятях, которая у нас вышла, но там действительно есть много очень интересных и новых вещей. И даже такие привычные уже исследователи по Memory Studies вещи, как там, например, отсылки к Марису Кальваксу, да, и его коллективной памяти, они все равно там подаются через новых исследователей, через новые концепции. Ну, по крайней мере, они были новыми для меня. Это всегда очень интересно. Профессор Верч говорил в своей презентации довольно много о нарративах. Я бы хотел затронуть еще один аспект этой книги, больше связанный с национальностью, с нациями, с национальными памятями. Мне кажется, что о них мы пока еще говорили на концептуальном уровне, ну, не так много. И здесь, конечно, есть много о чем поговорить, с моей точки зрения. Я полностью согласен вот с мыслью, которая звучит в начале книги, где вы ссылаетесь на Снайдера и Леви, где они пишут о недооцененности, ну, где они пишут о глобальной памяти, да, и вы говорите, что они несколько недооценены. Или роль национальных памятей, когда писали свою книгу 20 лет назад. Я полностью, да, согласен, но мне кажется, что, несмотря на это, национальные нарративы сегодня находятся в некотором кризисе. И, может быть, вот главный тезис, да, моего выступления, который я здесь так брошу, может быть, провокативный тезис, да, связан с тем, что не являемся ли мы сегодня свидетелями кризиса национальных нарративов, и в какой степени изучение этих самых национальных нарративов до сих пор актуально. Дело все в том, что у нас в Memory Studies, да, на сегодняшний день появляется все больше и больше исследований, которые связаны с изучением онлайн-памяти. И я когда впервые увидел и заглавие книги, и посмотрел содержание, мне очень захотелось прочесть больше о том, как соотносятся национальные памяти и то, что сегодня у нас происходит с онлайн-нарративами в интернет-пространстве. И вот этого мне в книге не хватило. В то же самое время все больше и больше появляется литература на эту тему. Это и Ребекка Поттен, и Кристофер Барайтер. У него есть очень интересная работа, где он изучает знаменитый берлинский мемориал жертвам Холокоста на западной стороне Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот. С точки зрения legacy studies, исторического наследия. И там у него есть интересные такие смычки между эмоциями с одной стороны и наследием с другой стороны. Кейт Дуглас написала интересную работу о том, как создание селфи является актом свидетельствования. Selfie as Witnessing называется одна из ее публикаций. В России это Дарья Хлебнюк, например, которая писала о сообществах сталинистов ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте российской, где она исследовала, как люди взаимодействуют с памятью о Сталине, создают нарративы о Сталине с помощью лайков, дизлайков и вот всего того инструментария, который сегодня представляют социальные сети. И мне кажется, что на сегодняшний день главная угроза национальным нарративам исходит именно из социальных сетей. Я объясню, почему. Вы упомянули несколько раз в своем выступлении, что национальные нарративы консервативны. Мне кажется, что если мы принимаем во внимание в том числе онлайн-нарративы, которые создаются в социальных сетях, мы имеем совершенно другую картинку. Потому что в социальных сетях они не могут быть консервативными по определению. Потому что там существует очень высокий уровень вовлеченности пользователей, в конструировании собственной истории. И национальный нарратив там просто не выживет из-за повышенной циркуляции разных мнений, разных точек зрения, которыми пользователи очень часто обмениваются друг с другом. Онлайн-нарративы в социальных сетях очень динамичны. Вне зависимости от того, о чем мы говорим. Об Инстаграме, о Фейсбуке, о Твиттере, о Телеграме, о чем угодно. Может показаться, что такого рода нарративы представляют собой такой шаг в сторону глобализации, они способствуют глобализации памяти. И что это может быть дополнительный аргумент в поддержку Снайдера, Леви, Джеффри Александра и всех, кто говорит о памяти как моральном универсуме и так далее. На самом деле, мне кажется, что это не совсем так. Если мы говорим об онлайн-нарративах в социальных сетях, это скорее такая глобализация. С одной стороны, социальные сети делают память более публичной, они способствуют публикации, они способствуют обнародованию ваших воспоминаний в интернет-пространстве, которое доступно всем. А с другой стороны, они позволяют вам создавать локальные группы и объединяться на основе разных совершенно сюжетов, близких вам, игнорируя тем самым национальный контекст. Если вы хотите, если устали, например, от переизбытка памяти, допустим, о Холокосте, вы можете создать свою собственную группу в социальной сети и заниматься обсуждением любых вопросов, вовлекая туда дополнительных пользователей, не обязательно ваших друзей. А если вы устали от лицезрения там ежегодных парадов на Красной площади, вы можете создать группу свою собственную где-нибудь ВКонтакте в том же самом и заниматься там обсуждением тех вопросов войны, Второй мировой войны, которые вам интересны. И в этом смысле для некоторых социальные сети – это просто такой способ энтертеймента. Мы развлекаемся, мы смотрим, мы слушаем. А для кого-то это убежище, в котором люди просто спасаются от национальных нарративов. В публичном пространстве сложно говорить сегодня о пакте Молотова-Риббентропа, например. А в закрытой группе где-нибудь в социальной сети высказывали любое мнение вне зависимости от мемориальных законов. Там гораздо сложнее попасть под их действия. И в этом смысле, во-первых, социальные сети представляют собой среду, в которой память все менее и менее у нас на самом деле глобальна. Она локализуется по разным самым группам. То есть это такой процесс одновременный. Глокализация, наверное. Я не знаю, как его назвать на самом деле. Но это большая иллюзия, что благодаря социальным сетям память становится все более и более глобальной. Она и глобальна одновременно, и локальна, более фрагментирована. И эти фрагментированные нарративы существуют обособленно от национального контекста, от национальной памяти. Можно сказать, что... Ну, взять, допустим, какой-нибудь пример вроде там сталинистов, которые обсуждают свои вопросы в той же контакте или в том же ТикТоке. И, казалось бы, да, все, что они там говорят, все, что они делают, все их позиции, которые они высказывают, они в той или иной степени обусловлены тем, что они где-то уже читали, где-то смотрели, вот тем самым большим национальным нарративом, который уже когда-то был задан. И здесь мы тоже встречаем некоторые противоречия, потому что они ищут новые формы. Люди, которые часто пользуются социальными сетями, ищут новые формы. Формы репрезентации, образов, которые близки им. У меня сейчас студент один пишет диплом выпускной, очень интересный, о сталинистах в ТикТоке, в российском. Он нашел тысячи буквально разных совершенно пользователей ТикТока, где каждый создает свою собственную историю о Сталине, и в том числе несколько десятков разных групп. И там, среди прочих, он выделил интересные очень странички, вот эти вот видео, там комментарии, как, например, Сталина сравнивают с персонажем очень популярной японской манги «Тетрадь смерти» и аниме, которое появилось по мотивам этой манги. То есть попробуйте себе представить такое сравнение или такую репрезентацию Сталина где-нибудь в телевизоре. Вы не увидите ее, потому что там совершенно другое поколение, там совершенно другие люди. И эта форма существует совершенно обособленно от национального нарратива, еще раз повторяю. Налицо, на мой взгляд, как я это себе вижу, абсолютно фрагментированная память. То есть это все очень разные группы с очень разными идеями, с очень разными символами, смыслами, с очень разными дискурсами. И самое важное еще, да, то, что эти социальные сети представляют собой инструмент, который вовлекает людей в создание собственных историй. Вы не просто смотрите, вы не просто слушаете. или если мы говорим о том, как нарративы, какую роль играют нарративы в преподавании истории. Вы не просто слушаете учителя. Вы создаете свою собственную историю, свой собственный нарратив. И этот нарратив будет состоять из ваших комментариев, из ваших постов, из ваших лайков и дизлайков. Очень многие, кстати, просветительские проекты сегодня, которые создаются не только в России, но и в Европе, они как раз приобретают форму вот этих вот самых социальных сетей. Я сюда брошу просто в чат несколько примеров, которые мне удалось найти, вот просто сход. Первый из них – это проект Зыгоря. Я думаю, многие о нем слышали. 1917 год, где они собрали личные воспоминания, дневники, письма разных совершенно деятелей революции и представили это все в облике, как будто это в Фейсбуке все происходит. То есть там, например, Керенский что-то говорит, Николай Второй там что-то говорит. И люди могут это все комментировать. То есть они, по сути дела, участвуют в таком живом диалоге с Николаем Вторым. Вот Николай Второй что-то написал, какого-то числа, что-то в дневнике. Это все трансформируется в пост в социальной сети. И люди участвуют в обсуждении этих вещей. В Германии, мне кажется, самый интересный такой проект был запущен недавно. Это инстаграм-канал Софи Шоль. Софи Шоль, которую играет там актриса немецкая, молодая девушка. Ну, там не только она, там многие другие актеры. Они наняли специальный коллектив молодых актеров, где они проживают жизнь вот Софи Шоль и ее друзей. И Софи Шоль пишет воспоминания в инстаграме, поскольку сохранился ее архив, ее письма, ее дневник, который она вела. Это все переложили на социальные сети. И, по-моему, там уже 793 тысячи подписчиков у этого инстаграм-канала. Люди комментируют, пишут, лайкают, дизлайкают, делают, в общем, все что угодно. Они участвуют вот в этом живом диалоге с этой самой Софи Шоль, которую играет, значит, у нас вымышленная девушка. Но это вызывает иллюзию достоверности, да, то, что там происходит. Мне очень нравится термин «историческое воображение», который, я думаю, не всем историкам по нраву. Но историческое воображение – неотъемлемая часть исторической профессии. Вот если мы говорим о социальных сетях как медиаторах, как посредниках между историческим знанием с одной стороны и широкой публикой, с другой стороны, но здесь историческое воображение, оно просто неотъемлемо. Это неотъемлемая часть этого процесса. И успех зависит, собственно говоря, от того, насколько хорошо это историческое воображение стимулируется, задается, провоцируется, и насколько люди, что называется, готовы вовлекаться в этот процесс, насколько он интересен. Это очень большой челлендж, очень большой вызов для специалистов, на самом деле. Потому что если раньше изучение коллективных памятей ограничивалось национальными рамками, мне кажется, что сегодня оно смещается, во-первых, в сторону медиа-стадис. То есть уже невозможно… А как можно писать о устройстве того же Facebook, Telegram, когда уже о социальных сетях много чего написано? Эту литературу просто надо знать. И поэтому специалисты, которые занимаются памятью, они спешно-спешно-спешно к медиа-стадису стараются как-то приобщиться. Не у всех это получается, не у всех это удается. С другой стороны, это очень интересный такой процесс, который сближает Memory Studies и Public History. Очень сложно, на самом деле, сегодня отделить методологию изучения памяти и методологию Public History, публичной истории. Очень много здесь точек пересечения создается, и социальные сети – это как раз та самая среда, где есть эти точки пересечения. И, собственно говоря, возвращаясь к моему такому провокационному вопросу, если мы живем в условиях растущего влияния социальных сетей, и нет пока признаков того, что это влияние как-то будет снижаться, по-моему, все идет, наоборот, к тому, что оно увеличивается. Насколько актуально говорить об изучении национальных нарративов с учетом того, что, по сути дела, в социальных сетях онлайн-память она уже к этим национальным нарративам не сводится, она куда более фрагментированная, и этим национальным нарративам, на мой взгляд, не соответствует. Особенно это видно в России. И буквально последний, вот, примарка, вы говорили о транснациональной памяти и действии транснациональной памяти. Мне кажется, что очень интересный пример вот действия транснациональной памяти – это Испания. Как память о Холокосте помогла испанцам переформатировать свою политику памяти и выстроить, ну, если не мемориальную культуру в ее завершенном виде, то, по крайней мере, начать такое строительство в 2000-е годы, переосмыслив вообще гражданскую войну 1936-1939 года с точки зрения жертв. Есть очень хорошая работа Марии Христовой Дикстры в 2016 году написана, она так и называется Reimagining Spain, Перевоображая Испанию, где она как раз пишет вот о действиях такой транснациональной памяти и как именно память о жертвах Холокоста помогла испанцам переосмыслить то, что у них происходило в конце 30-х годов. Мне кажется, это очень интересный кейс. Может быть, даже это вот к вопросу о том, что писал нас Александр, когда говорил о том, что трагедия Холокоста должна стать моральным универсумом для остальных народов, кто Холокост не переживал, но который мог бы, наталкиваясь от этого нарратива, выстроить свою какую-то новую мемориальную культуру, переосмыслив, да, на основе памяти о Холокосте свой национальный нарратив. Спасибо большое. Вот это мой такой вопрос, моя ремарка. Надеюсь, может быть, удастся что-то обсудить, поспорить и так далее. Спасибо большое. У нас, к сожалению, съедается время стремительно. Юрий Тротики, пожалуйста. Татьяна Борисовна, а можно ту презентацию показать? Я пока начну. Либо вы, либо я могу показать вашу презентацию, как вам удобнее. А, если можно, покажите, пожалуйста. Если я открою. Одну секунду. Пожалуйста, начинайте. Значит, я начинаю в 26 минут, чтобы следить за регламентом. Коллеги, я на самом деле хотел говорить по бумажке, написал текст, но я понял, что лучше всего перейти к нормальному живому общению. Можно первый слайд? Может ли преподавание истории быть неангажированным? Неангажированным политически, идеологически или даже вкусовым? Я попытаюсь ответить, что да, может. Мне кажется, пора отказаться. Можно первый слайд показать? Мне кажется, пора отказаться от того, от нарративной истории в принципе, и от учебниковой истории, от учебникового нарратива тем более. Хотя бы потому, что любой учебник, это всегда книжка, конечно же, концептуальная. Значит, все студенты, которые по этому учебнику будут учиться, будут уже заведомо заложниками той авторской концепции, которую разделяет написавший учебника человек. И совершенно справедливо, совершенно справедливо профессор Джеймс Верч говорил о том, о необходимости авторизации исторического дискурса и о переводе его из режима пристрастной памяти в режим аналитической игры. Ничего не зная об этом тезисе профессора Верча, 35 лет назад я предложил технологию исторического образования в Новосибирске тогда это было, которая делает попытку сделать преподавание истории неангажированной. Суть заключается в следующем. Отказ полный от так называемых учебников истории с линейным нарративом и переход к тому пространству, который когда-то Поли Рикер обозначил как пространство конфликта интерпретации. Конфликт интерпретации. И вместо учебника студенты имели перед собой, начиная уже с четвертого класса, там элементы истории были, они имели перед собой то, что я назвал документально-историографический пакет. То есть такой конструкт, который собран по определенным принципам, и эти принципы чрезвычайно важны. Именно они обеспечивают незаинтересованность в той или иной позиции. Принцип очень простой. Предельное противоречие, предельная контрастность точек зрения авторов тех текстов исторических и историографических, фрагментов прежде всего, понятных для школьников и тем самым мы нашего студента невольно выталкиваем занимать метапозицию. Он не может сказать, что событие было таким, как оно описано в этом тексте, потому что рядом лежит текст, его, если не взаимоисключающий, то во всяком случае вполне ему контрастный. Таким образом, занимая метапозицию, студент начинает сравнивать тексты, находит в них инвариантную совпадающую часть, работает с их разночтениями и конечный итог этой работы, он должен написать свою версию исторического события или персонажа исторического или исторического процесса. Так вот, фраза или такой слоган «Дети пишут историю» из некоторой, так сказать, метафоры стала вполне реальностью. Я сразу пошел в школу и параллельно работе в Новосибирском университете стал вести по эксперименту один класс в обычной новосибирской школе, пробуя в том числе на собственном сыне, тогда учившемся в пятом классе, все эти подходы. Значит, принципы вставления пакета, кроме предельного противоречия, еще и, конечно же, принцип жанрового и стилистического разнообразия. Фрагмент дневника хорошо бы, чтобы он соседствовал с эпистолярием, хорошо, чтобы рядом с письмом оказался мемуар или статистика. И принцип очень простой. Чем больше будут разниться тексты по способу кодирования одной и той же исторической реальности, тем продуктивнее будет их сопряжение в одном образовательном пространстве. А технологически это организовано вот по этой схеме, которая перед вами. По каждому событию собираются в пакет тексты современника события, это свидетель, это летописец, это хронист, если европейская история, и те, кто участвовал в этом событии. Противоречит этой ролевой позиции современника позиция потомок. Это историк, это художник, это в конце концов сам студент, который спустя многие годы, десятилетия или столетия пишет об этом событии. Очень интересна позиция иностранца, третья ролевая позиция. Это путешественник, купец, дипломат, тот человек, который попал в чужую культуру, в чужую страну и оставил некоторые об этом тексты. И четвертая позиция, она неожиданная, я ее назвал смеховой позиции. Это шут, комарок, пересмешник, гайор, ну и разные другие смеховые маски, ибо каждая эпоха, как известно, смеется по-разному. Зачем нужна смеховая позиция? Во-первых, предшествующие три ролевых позиции серьезные, и рано или поздно начинается некое застывание, или я бы даже окостеневание этих ролевых позиций. А смеховая позиция, как раз, будучи привилегированной, сказал бы Мамардашвили, позиции ролевой, она препятствует их окостеневанию и дает совершенно другой режим рецепции, другой режим восприятия. Итак, если рядом, если по поводу событий лежит текст, написанный с позиции марксистско-коммунистической, рядом обязан лежать текст, написанный с антикоммунистических позиций. Таким образом, студент, занимая метапозицию, в конце концов, пишет собственную версию этого события, и благодаря тому, что студент осваивает авторскую позицию, что очень важно, потому что при обычном преподавании истории, даже по хорошему учебнику, студент превращается в человека, вот учебник пишется авторами, которые пересказывают академическую историю, прощая ее, а студент, получается, пересказывает еще и чужой пересказ. Такая дурная бесконечность или испорченный телефон. И в этом смысле учебник истории никогда не может быть источником формирования и самоформирования самим студентам исторического мышления. Кстати, почему-то никто еще не говорил, а какова цель исторического образования, что мы хотим получить в итоге, или, вернее, какую задачу мы себе ставим. Я считаю, что такой целью является следующая способность студента описывать каждое событие как минимум с двух разных точек зрения и как минимум двумя разными жанрово-стилевыми форматами. Это способность студента проводить неочевидные исторические аналогии и параллели между событиями, историческими процессами или персонажами. Наконец, способность студента схватывать сложное событие в авторской метафоре. Если или метафора подобного высказывания. Почему метафора? Понятно, еще структуралисты и семиотики первого поколения показали, что долголетие художественного текста обеспечено тропами и риторическими фигурами, которые являются минимально, писал Лотман, Юрий Лотман, смыслопорождающими устройствами. Так вот, если мы наш документально- историографический пакет собираем точно по заявленным принципам, то мы не можем как составители протащить туда свою интерпретацию, свою версию, свою волю, потому что принципы этому препятствуют. Но тогда наш документальный пакет превращается в то, что я назвал квазипроизведение. А почему это важно? Потому что пример дает литературу, точнее художественный текст. Потому что художественный текст обладает одной потрясающей способностью. Он может, я имею в виду настоящий художественный текст, не говоря о гениальных поэтических или прозрительных текстах, он может бесконечно порождать все новые транскрипции, версии, интерпретации. Кстати, в комментарии к Евгению Онегину Пушкина Лотман убедительно показал, что интерпретация этого дворянского текста 30-х годов 19-го века, дворянской культуры я имею в виду, гораздо богаче поколения после Второй мировой войны, чем поколениями до этой Второй мировой войны. Вы спросите, а какая связь этих двух интерпретаций с текстом 30-х годов 19-го века, с Пушкинской эпохи? Лотман убедительно показал, что катастрофический опыт этой последней чудовищной войны, у нее шестьдесятки миллионов жизней, изменил читательские коды, углубил эти читательские стратегии. И из одного и того же текста, благодаря его гениальному автору, каждое поколение вычитывает разный смысл. Так вот, я стал делать эти самые документальные пакеты, и они выходили в середине девяносто годов тиражом в России полмиллиона экземпляров. И мне писали сотни учителей, и вот опыт этих сотен, а на самом деле даже тысяч учителей, которые работали с этими учебниками, рабочими тетрадями, документальными, фотографическими этими самыми пакетами, убеждают, что эта технология вполне работоспособна, и дальше каждый студент на уроке читает свою историю и доказывает, почему он сделал такое наблюдение, то есть аргументы и факты являются главной доказательной базой в этом смысле. Можно следующий слайд? Очень много говорят о критическом мышлении в последнее время. подумав об этом, я попытался сделать мультимедийный компьютерный вот такой фильтр понимания сложных событий. Там четыре стратегии или четыре экрана. Описательный единица факт, это свидетельский такой экран, а затем исследовательский экран, единица аргумент, наконец мифологический экран или стратегия мифологическая единица мифема, это термин Клода Левистроса, известного специалиста по мифологиям. И наконец фальсификационный экран, единичка его условно можно было бы обозначить как идеологема. Вот это по сути дела попытка анатомировать события, анатомия события. Я думаю, что когда любое событие, кстати, в этой технологии, можно следующий слайд показать, пожалуйста. Мы сделали, скажем, Ивана Сусанина в этой технологии, оказалось, что экран писательный занимает 1%, экран исследовательский полпроцента из 100%, мифологический 97%, а фальсификационный полтора процента информации, если взять весь поток информационный по этой теме за 100%, мы получим такую арифметику. Значит, перед нами сугубо мифологическое событие. Можно следующий экран. Также мы сделали, кстати, это сделал студент нашего университета, третий курс, который занимался американской историей. Это американская трагедия 9.11. Мы тоже информационный поток пропустили через этот фильтр понимания сложных событий, и тоже самое разброс оказался очень значительным. В начале нулевых годов, когда эта технология начиналась и только становилась, я делал доклад в Ельском университете. Была потрясающая конференция, образование через искусство она называлась. Юрий Львович, я времени вам напоминаю. Хорошо, и я заканчиваю. По-моему, минут 7 я еще проговорил. Итак, я убежден, что я уже не буду рассказывать о концепции self-history, эго-истории, времени просто нет. Я убежден, что эпоха линейных нарративов по истории, по преподаванию истории закончилась. Только конфликт интерпретации, может бороться с этой чудовищной мифологизацией и идеологизацией сознания, о которой, кстати, говорил и писал Верч. Другого инструмента я просто не вижу. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Спасибо большое. Как же быть? Ну, я все-таки скажу то, что я хотела. я не могла предположить, по какой линии пойдет дискуссия, и я, честно говоря, написала письмо Джему Верчу по-английски на его родном языке, и я быстренько фрагменты от этого все-таки из этого все-таки зачту, потому что удивительным образом то, о чем я ему писала на основе книжки, но я его еще не озвучила, не отсылала ему все это, очень соединяется с разными фрагментами того, что здесь говорилось, поэтому я буду говорить по-английски. The question I couldn't answer reading the book was this. Why not a single reference to aesthetics? I mean, not objects of art as containers of cultural memory. What I refer to is that national memory as it is narrativized is also aestheticized. It's an experience intense, holistic, mediated, effective, embodied, in a word, aesthetic. It's interesting that a few minutes ago Yuri asked, can teaching history be unengaged? And the implied answer was yes, and the implied goal was non-engagement. But the means, the ideal history lesson described was engaging students to the point of passionate involvement. As a teacher of literature, I'd love to delve deeper into engagement as a condition not to avoid, but to enjoy and explore rather, and so to delve into fiction and cultural memory separately or in tandem as performance and interactive experience. Because I think that it is this that is the very driver maybe of aesthetic education, even though quite often we imagine aesthetic education as inculcating knowledge about great books. A particularly piercing moment for me in Jim's book occurred near the end when he discusses conflicts over contradictory truths about the past. However much you try to avoid and minimize those conflicts, Jim writes, they develop and sometimes get out of hand. Neither patient reflection nor recognition of differences nor other means of intellectual analytic distancing seem to help. And, I quote, we find ourselves groping for ways to proceed on the basis of vague notions of trust. End of quote. It's a most poignant to me short phrase. A statement where every second word literally is laden with irony. We find ourselves as if without or against our will. feeling blindly for a path to proceed with no foothold except something so vague so uncertain it is put in quotation marks in Jim's text. Trust. Unlike the word aesthetic, the word trust occurs in Jim's book a dozen times, which makes me want to read and hear more on that subject from a cultural psychologist. Because trust, as we know, is not necessarily the result of a rational judgment. It is advanced or granted in situations of uncertainty and often without evidence. Why? Because it helps us live a good life. Because it helps us cope with problems that we can't cope with individually. But trust can also be blind or blinding. It can be betrayed. It can be withdrawn. It's a delicate and risky and very important investment that is aesthetic, ethical, and political. So we may ask, what is there in our education that prepares us to make this investment wisely? And my very short answer to this very big question as a literary person is it's engaging fiction reflexively with interest and care. It's standing one foot on trust and another foot on suspension of trust, suspension of disbelief. It's exactly what, to think back to Nutzer's presentation, it's the uncertainty, ambiguity, and indeterminacy that you do not take as a threat, but rather as an opportunity to be used, which is wonderfully educated. The key advice I drew from Jim's book feels to me like that of D.H. Lawrence, only turned inside out. What Lawrence said was, trust not the teller, trust the tale. Well, Jim says, or what I hear Jim say, is, trust not the tale, which is organized from within by predictable, repeatable, inherited template. Yet, trust the teller, a fellow human being who uses a set of narrative tools different from yours to create a story you can't really believe in or cannot believe at all, but not out of malicious intent or personal failings or collective benightedness of them there. this double attitude calls for very complex choreography because you must trust your own agency as a cultural tool user and not just a tools bondsman, a bonds woman. But you also must respect the same in another, which is very difficult, but I'm all for continuing the discussion, really involving more of literature and more of internet practices because very obviously, as we'll just all heard, it's the direction more of imagination, it's the direction in which things stand. This is it. Thank you very much. And now for questions. Andrey. All right, well, I will choose English then. So thanks a lot for, thanks a lot to everybody who has contributed to the discussion on the chat. So far I have identified a few areas and some of the questions overlap a little bit. So at first I would like to open the floor to the questions having to do with objectivity and subjectivity. And I think those questions arose during James' presentation. I will just go back a little bit. So to summarize how is an objective view possible and being objective in history is it just the matter of being analytical or is it something else? That's my short summary of a couple of questions on the chat. Okay. James, are you there? Yeah. Huge question. I'll give you a very short answer here. I mean, this is spectacular discussion today, by the way. I think it's great to see we're demonstrating, hopefully, engaging in a little trust as well as talking about it, which we're pretty good at talking about it, but not always participating in. So I'm very impressed with what we've done so far. On the issue of objectivity and subjectivity, I think the best I can say in a lot of ways is that objectivity is a point about historical research and scholarship. It's a form of discourse. It's not a product or body of knowledge. It's a form of discourse that counts in particular professional settings. If you're an historian, you have to answer questions, even if they're really embarrassing and you have to take on argument. In memory, engagements oftentimes we're very good at side sliding those and never answering those. So it's a form of discourse rather than a kind of procedure that can be cranked out in a simple way. There was another question in this group from Anna Schwetz. Perhaps you see it. It was asked at 637. And that was about subjectivity in the way how students can relate emotionally to historical narratives from a different culture. and the case in point was about Black history in the U.S. as it could or is taught to the Russian audience. So what can be done for the Russian students to be able to relate emotionally to such narratives? It's really a fascinating question. We don't know how to teach about Black and White history in America. how we're supposed to tell Russians how they should learn about it. It's a very far question. But the place I would return to here is I come back to a very powerful presentation with ideas from Tanya right at the end about the possibility of involving aesthetics in this. Which would not be just to do the same thing with Russian students as with Americans. But to come in recognizing that yes, we can teach and force people to memorize facts from here until doomsday. But we're really looking for this kind of engagement. And for me, you're right, Tanya. I think I usually see this as personal trust overcoming the cultural tools we're burdened with. But you're bringing up something else that might be a real way to find just a crack in this wall of the kind of impossible mnemonic standoffs we find ourselves in so often. So aesthetics is the answer all the way down. And there was also I think a similar somewhat related question, at least in my view, it belongs to the same group. And that was from Alexander Tankilevich. And the question was about how people working in non-historical or non-historicizing disciplines can or how could they or should they use historical narratives in their teaching? I hope that you will see you have seen this question in full on the chat. I'm not sure. I haven't seen that one in the chat. Where is it? All right. I can just yeah. Well, I will just read the question with your permission. So the question is history teachers are supposed to talk about the past. Others, like teachers of critical thinking, do not have to do it, but they may if they want. As a critical thinking teacher, I'm interested in your perspective. How are sensitive matters of the past treated in class by teachers who do not have to talk about them? Are those matters even raised? If yes, how do those teachers find the balance between triggering interest and hurting feelings? Are there recommendations from, for example, college administration as to how to treat this or that sensitive issue in class discussions or while working with students on their essays? Okay, I think I get the question, and I think there are two parts to what I would say just right off the top of my head to it. First, to deal with the kinds of issues and critical, I mean, difficult critical issues, we get back to trust pretty soon. These things, if not handled correctly, can blow up your face. You have less trust, less knowledge, less of everything except for animosity if they're not handled right. So somehow working with an audience to the point where you get to that level is very important. But in general, the point from my perspective always is we should always reflect on what it is that is co-authoring what we think we're saying and co-authoring what somebody else is saying. Rather than jumping to conclusions about animosity, ill will, brainwashing, and things like that, to understand how much we are constrained and everybody is constrained. So it all is call for taking a step back and have the tools that we use to reflect on what shapes everything that we're saying and thinking. I should also note across these questions, and I read some of the other ones too, you're all touching on one of the biggest issues we have in memory studies. What counts as evidence for my claims? And we have a lot of different claims and a lot of different forms of evidence that would be relevant. So what counts as evidence for me, may not be interesting or relevant for the kind of question you're answering. This is a big kind of meta question for the whole area of the memory studies. Thank you. Also, if other speakers have something to say on any of those questions, they're always welcome. So the next group of questions that I have identified has to do with the role of the, let's say, the transmitter or the mediator. Sometimes it's the teacher, sometimes it's the teaching community. One of the questions, well, a very simple one, superficially, but I guess interestingly, a very difficult one is, what is more important, the textbook or the teacher? And I guess in some of the talks, this question has been touched upon. And the second one was about how can the teacher's community affect how historical narratives are constructed? Well, that's a very big and a very hot question in Russia, but also in the United States. We're having a lot of ferment over this issue again, about who should be the leading authority. And now we're getting to the point where parents have supposedly the right and critical and conservative circles to determine what is the truth about the past. So we have a lot of voices in this one. But I think the most I can say is that we need, this is an issue of political mobilization, not in a simple sense, but in a professional sense, to try to be very responsible but to recognize that we're not only to be used by the texts we're given, we always interpret these texts. There's some of my most interesting examples that I learned in the Soviet Union. Teachers can do amazing things in the middle of very strictly controlling texts. And people know about these kinds of things. In America, we see this also when we come across so-called critical race theory now. People are saying these teachers are taking things and turning them into something that never worked. And going back to what I said about history, history is an unending, I mean, history, analytic history, what I'd say, is an unending back and forth that tries to engage what others say, but the main thing is if we can at least force ourselves to respond to what others say. Right now, we're not doing that in America. We have one person speaking, another person speaking, there's no connection. So one of the ground rules somehow, it's kind of a meta-ground rule for this kind of discourse to get back to, I have to at least answer one thing that you raised in order for me to have a chance to speak. And we're not doing that right now. In our worst tendencies, we're not doing that. All right. And in connection to this, there are a couple of questions for Yuri Lvovich here about the design of what you called your packages. Were they also only covering the Russian history or did you also include international history? And maybe you can also comment on the previous question about the role of the teacher in the textbook because I think you had a very provocative statement in your presentation on this. Yeah. Спасибо. Спасибо за вопросы, коллеги. Роль учителя у нас кардинально меняется. Из демиурга урока он становится модератором. Его задача расслышать. У нас господствует так называемая горизонтальная коммуникация ребенок-ребенок, а вовсе не вертикальная коммуникация ребенок-учитель. Наша задача организовать цепную реакцию, если можно, так сказать, такую метафору использовать, смысла порождающего диалога. И каждый урок у нас оценивается стал он коммуникативным событием или не стал. А что такое коммуникативное событие? Это когда появляются здесь и сейчас новые исторические смыслы, рожденные в головах студентов. И здесь удивительно точно работает изобретение лингвиста Максимовой о глубинных неосознаваемых человеком коммуникативных стратегиях. В ее докторской диссертации она открыла и описала пять таких коммуникативных стратегий. Причем они имеют разную развивающую мощность. Например, коммуникативная стратегия развития, она обычно эксплицируется логико-синтаксической формулой не только, но и наиболее продуктивной коммуникативной стратегии. И у наших учителя, обученные этому подходу, уже с первого класса, с первого класса семилетние дети незаметно для себя осваивают этот арсенал коммуникативных стратегий, которые очень сильно меняют тип и производительность учебного диалога. Это про учителей. Что касается документальных пакетов, то всего я сделал разных несколько. это история Древней Греции, это история Древнего Рима, то есть античная история, это история Древнего Востока, Междуречи, Древний Египет и археология. Археологическую часть вместе со мной делал академик Молодин, очень известный сибирский археолог. И это остальные все учебники рабочей тетради по истории России, начиная с древности Восточные Славяне, Киевская Русь, Московское царство, Новое время, Россия в новое время, до Петра включительно. И советская история, 1939-1945 год. Кстати, у меня была, кажется, первая публикация секретного протокола, тогда еще в 1996 году это вышло. по-моему, это одна из первых публикаций известного договора, пакта Рибентропа Молотова. И вот все, что у меня сделано. Ну, еще небольшая рабочая тетрадь, имя родословное. Рибентропа спасибо очень много. Another subject that I sort of identified on the chat seems to give at least a two dimensional picture of what's going on. On the one hand, so there is a vertical dimension to this and there is a horizontal dimension to this. On the one hand, there are national historical discourses or narratives that are established top down. So they're initiated by states or they're initiated by the authors of officially acknowledged textbooks. On the other hand, there are communities that work on the same problems in a sort of grassroots mode from down to top. On the other hand, there is a horizontal dimension where neighboring nations, for example, can have conflicting narratives. And this is something that at least two speakers today talked about. So I think there is a set of questions connected with this multidimensionality of the problem. And the first one that I was going to ask is, is there a way, and I guess this question goes to James and is there a way to reconcile conflicting narratives produced about the same events by, let's say, neighboring nations or nations that are involved in some sort of competition. Jim, do you want to go first? You're muted. Yeah. Sorry. First of all, Tanya, I thought we were going till now. Is that right? Or are we going longer? We could have 15, 20 more minutes. Okay. Yeah, I have to go to another meeting soon. Sorry. Sorry. I wanted to add to the question that Andrei just put forth. There was also a question from somebody about what to do with a split nation. A nation that within itself has at least two different narratives in obvious conflict. Yeah, this is something actually you are ahead of me, but I'm just starting to write about this in America as well. I'll give you my own example here. And I think I'll answer some of these things. Everywhere we have more than one national narrative. There are competing national narratives of some kind going with each other. In America we have this kind of idea that quest for freedom, the city on a hill national narrative that's been touted. We also have another national narrative that's been around for at least a century that has to do with fear of outsiders, fear of being replaced by others. And this is showing up today in the form of, again, in the form of white supremacy. And what I've become fascinated with is this is not another official narrative that exists for the most part in textbooks. We don't teach it in textbooks. It does show up in the media now explicitly, but it has a different status. It operates as some kind of shadow that doesn't disappear. It retains its ability to mobilize people, even though we don't talk about it too much in the public sphere, overtly, and somehow can reemerge in very powerful ways and destructive ways in a lot of our view in the United States. So I think what a lot of these questions have to do is how do we deal with the relationships among competing narratives? And they're not all on an equal plane either. Some of them have to operate in the shadow actually, but they don't have their status without having the main narrative to be the shadow of. So I'm not sure I'm saying very much here other than I think we need a new set of tools to deal with some of the... You're asking some very complicated questions here, and I'm fascinated by hearing these because I'm just turning to them myself a little bit, I think. I probably couldn't give a better answer to that, but if you look at just the narrative standoffs within the region of the South Caucasus, so you have different kind of sealed-off narratives and different kind of dialogic oppositions for instance between Russian and Georgian on the 2008 war, or you have Abkhazian and Georgian, which Abkhazian narrative very much is now similar to what Jim calls shadow narrative because it is so much of it is dialogic while Georgian one really ignores the Abkhazian one at all. and then you have Turkish Armenian and Armenian and Azerbaijani, and these are all sealed off in different ways from one another, and so far we haven't seen an instance where they can be reconciled as long as there's a tension. So I don't know, as an anthropologist, I'm not very good at giving solutions, I can only pinpoint to disastrous problems, that's our curfew. So I don't know if any examples where you would see these narratives reconciled as long as there is a tension going on between the two societies. Yeah, I think that Alexander Vassiliev described a very interesting case about creating a textbook at the border, at the sort of convergence of two conflicting narratives of the framework, so maybe you have a comment on this. Алексей Васильев. Алексей, I'm very sorry. Я буду, наверное, очень краток, потому что мне кажется, что тут самое главное, самым главным результатом, мне кажется, является не столько примирения нарративов, что, наверное, вряд ли возможно и достижимо, сколько просто сам факт диалога и продолжение диалога, и понимание двумя сторонами, что эти нарративы разные, в чем они разные, где они разные, почему они разные, и если на эту тему вообще происходит диалог и возникает понимание причин и форм расхождения, то мне кажется, это и есть успех, это вообще такая довольно давняя дискуссия, да, вот те, кто занимается политикой памяти, что такое успех в области диалога, это достижение примирения, это вряд ли, это сам факт диалога и сам факт того, что он продолжается, это, собственно, и есть успех, ну, опять же, доверие, да, о чем мы здесь сегодня говорили, да, вот в российско-польском случае, я думаю, что-то подобное есть, к нам, кстати, приезжал, я так говорю, к нам, когда я работал в Польше, к нам приезжали представители Кореи, и они, Южной Кореи, и они изучали опыт польско-немецкий и российско-польский для налаживания диалога с Японией, так что, вот, корейско-японский случай, тоже изучает теперь опыт польско-российский и польско-немецкий в этом отношении, спасибо. Можно реплику на этот чат? Да, конечно. Мне кажется, было бы попыткой как-то снять остроту этого противоречия, уяснение обеими сторонами враждующими о следующих вещах. Есть, как бы, три области. Область убеждения человека или там нации даже, убежденческая, ценностная, которая незыблема. Дальше область мнения, интерпретации, единица ее аргумент. И, наконец, область знания, факт. Вот, надо четко понимать, откуда идут аргументы, откуда идут нарративы, что там привалилось. Если из области убежденческой, то, конечно, бесполезно. Но можно хотя бы препарировать и показать. Мы никогда не договоримся, потому что исходная точка это ваши и наши убеждения. Они незыблемы, ибо они коренную, составляют коренное ядро национального в кавычках, да, или человеческого сознания. А вот область фактов, область знания и область мнения, область интерпретации версии. Она вполне подвержена аргументам и так далее. И вот построение такого нарративного диалога в этих двух областей и понимание каждой стороной, что вот это незыблемо и не обсуждается за бесполезностью хотя бы, а вот эти две сферы вполне реально могут обсуждаться и находиться какие-то точки пересечения, мне кажется, может быть, это сняло хотя бы некоторую остроту этих противоречений. Спасибо. Ну, there is a couple of questions on the chat about imagination and the imaginary. And I think that a dialogue in many ways is an exercise in a reciprocal imagination when one side has to imagine the other. And in this connection I have I would like to address a question to Oleg Morozov because there is a question about how do you deal with imagination versus imaginary and maybe to Tatiana so perhaps you have some comment on how imagination can be part of this reconciliation process in a way. So Oleg вопрос Олегу Морозову различаете ли вы понятие исторического воображения imagination и исторического воображаемого imaginary если да то в каком смысле? Спасибо я это был вопрос от Анатолия Корчинского я уже ответил ему лично в чате но я могу повторить для всех если это кому интересно да различаю но это очень долгий разговор в области теории он нас отсылает к лингвистическому повороту к постструктурализму к Сартру и ко многим другим вещам мы сейчас просто я боюсь здесь не разойдемся если мы начнем этот разговор Can I ask you another question on top of that? Да давайте Because you were talking about how social media and those narratives that arise you know again grassroots on the internet they can transcend international borders and I guess the boundaries between different national historical narratives so maybe that could be the you know the ultimate solution to this and I had when I listened to you I also had another question do you think that historical narratives are only being represented in social media or they're being created so the actors on social media have taken on this function of producing new narratives not necessarily anchored back onto the pre-existing national wants to it yes thank you for the question me кажется that no 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 this is no 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 because it is only it I think that through сравнения с разными культурными произведениями, создается что-то новое. С одной стороны, мы встречаем повторения все тех же расхожих тропов, которые мы видим и в других совершенно пространствах за пределами соцсетей. Например, если мы берем Сталина. Я почему беру Сталина? Потому что Сталин изучался. Просто другие темы, по-моему, вот, например, и тех же российских социальных медиа пока еще не изучали. Ну, потому что сталинизм самая актуальная. И там выделяются все те же самые расхожие нарративы, если мы говорим о них, о Сталине, которые есть за пределами социальных сетей. Например, Сталин как генералиссимус и талантливый полководец, Сталин как заботливый отец, Сталин как там кто-то еще. Но на самом деле, мне кажется, что когда происходит сравнение Сталина с другими произведениями, вот с той же мангой, например, пример потрясающий совершенно, потому что это очень поколенческая вещь. Это могут понять только люди, которые знакомы с совершенно вот особенным, да, с особенной совершенно сферой мангой, да, ее адаптациями, которую далеко не все читают, при том, что даже если это может быть какой-то популярный мангой сюжет, там, известный тысячам, но тем не менее. Мне кажется, что там удается через вот такие сравнения, сопоставления нащупывают что-то новое. Эти образы пока не типологизированы, эти нарративы пока не типологизированы, потому что здесь любая типологизация, это все-таки наши, ну, это наши инструментарии, да, люди, которые создают эти нарративы, которые создают группы, объединяются в группы, пишут комментарии, они не заинтересованы ни в какой типологизации, они делают то, что им нравится, да, любая типологизация, это наш, это наша такая конструкция, которую мы постфактум создаем, но я думаю, что какие-то отличия все-таки можно будет найти, я просто уверен в этом, потому что речь идет совершенно о другом восприятии исторических образов, совершенно другими поколениями. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, мне кажется, что здесь происходит какое-то конструирование. Какое надо изучать? Поэтому надо туда идти, надо это смотреть. Ведь изучение социальных сетей предоставляет очень интересную возможность для изучения именно каждого отдельного представителя вот этой самой коллективной памяти. Это же колоссальный вопрос, вечный спор социологов и историков, а не является ли социальная память метафорическим понятием, которое мы не можем проанализировать каждого члена коллектива, вот поэтому как тут быть, сколько хальбаксу было претензий на эту тему и до сих пор эти претензии раздаются. Вот в социальных сетях мы можем на основе лайков, на основе выгрузки специальных баз, изучать каждого отдельного пользователя на самом деле. Но при этом есть методологическое ограничение. Мы не знаем, кто стоит за ником, никнеймом человека, который пользуется социальными сетями. Мы не можем его идентифицировать. Мы даже не можем понять, один и тот же этот человек скрывается под одним и другим никнеймом, или это, например, разные люди. Можно запросто представить себе человека, у которого три никнейма, четыре никнейма, и он пишет абсолютно разные вещи. Как это проверить? Такси, Анна, do you have any comment on this? Because this is obviously going towards and into... Да, у нас есть комментарий примерно такого же пафоса, как у Олега, только более общий, в том смысле, что надо идти в четко зримом, очевидном по-настоящему, приглашающем туда направлении. Потому что мы видим, есть когнитивистика, которая стремительно развивается вглубь и вширь, есть культурное и социальное знание о человеке, которое быстро сейчас меняет формы, есть знание о дискурсивных практиках. И вот где-то на этом перекрестке знание о воображении, которое отсылает во все три стороны. Для меня была большая проблема, как при публикации рецензии, определить, кто такой Джим Верч. Он социопсихолог, он антрополог, он культурный психолог, но такого понятия в русском обиходе как-то нет. То есть мне кажется, что мы участвуем, хотим мы или не так хотим, в становлении очень важного и практического, и многообещающего теоретические направления знания. И большое спасибо Джиму Верчу за то, что он дал нам возможность это обсудить. Я думаю, мы можем передать ему заключительное слово, потому что еще вопросы есть по-настоящему, Джим, если бы вы знали сколько. Но, к сожалению, время заканчивается. Спасибо. Ну, первое, я бы хотел использовать мой очень глубокий американский экспрессион, мы use all the time, about this session. Wow. This is a very, it's really a great session. I think it's very important that it did take place, that we are part of a process. So I'm really privileged to be part of this, and I'm very happy to be here. Great organization, by the way. I think we owe a debt of thanks. Very professional job done by our interpreters and the technology that I had no idea about before today. So thank you for that. I would love to see this in some way, continue in some way. I hope we can get Astrid Earl into the discussion at some point. So let's be in touch and figure out what next steps might be. You're part of a growing community, and it's important that we continue this discussion, even when sometimes we can't have it very well in our own country at the official level and between countries we have difficulties. But we're here together today, and I think with really meaty topics, I've learned a lot. So thank you very much. Thank you very much. and you даже не представляете, чего мы потеряли от того, что нет с нами Astrid, но с другой стороны, что мы приобрели их в качестве перспективы, которую мы обязательно реализуем. Спасибо всем огромное. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое, до свидания. До свидания.